Управляющие компании Чебоксар задолжали ресурсникам больше 700 миллионов рублей. Несмотря на это, просроченная задолженность за потребление энергоресурсов и воды за первое полугодие текущего года снизилась на 80 миллионов. На июле этого года управляющие компании задолжали более полумиллиона рублей за тепловую энергию, 65 миллионов за водоснабжение и водоотведение и 95 за энергосбережение. В основном это организации, находящиеся на различных стадиях банкротства. Возможность рассчитаться, минуя управляющие компании, у горожан появилась весной 2018 года. С того времени жители многоквартирных домов заключали договоры напрямую с ресурсоснабжающими организациями. На сегодняшний день этим правом воспользовались собственники более 800 домов, как рассказали в администрации, большинство чебоксарцев своевременно оплачивают коммунальные услуги. Доля сбора в этом году составляет 94%. Сейчас общая задолженность за жилищно-коммунальные услуги у горожан более полумиллиона рублей. Реконструкция футбольного поля на стадионе Олимпийский идет в рамках федерального и регионального проектов «Спорт. Норма жизни». Сейчас строители провели все демонтажные работы. Убрали старые трибуны, искусственное покрытие, подготовили котлованы для будущих мачт освещения. В ходе работ появились новые нюансы. В данном участке находятся в середине сети, которые, возможно, в будущем случае аварийной ремонта ситуации возникнут вскрытие нового покрытия. Исключить возможные аварийные ситуации мы вышли с новым получением на тех условиях, новым проектным решением о переносе сетей данного участка. Согласно этому водоканалу, он у нас пришел на встречу. Уже в настоящий день получены условия и разрабатываем новую степенцию документации. Будет осуществлена поставка к концу августа нового искусственного покрытия, которое поставит фирма «Таракол». И к концу октября, 31 октября, должны быть завершены все работы и футбольное поле новое, должно быть за новую эксплуатацию. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено порядка 32 миллионов рублей. Кроме нового искусственного покрытия, тут появится современное освещение, ворота, информационное табло, система полива. Количество мест на трибунах увеличится до 500, в том числе и для маломобильных граждан. Старое футбольное покрытие еще не израсходовало свой ресурс, поэтому его постелят в других учреждениях Минспорта Чувашия. По словам министра, в этом году в районах республики появятся 10 новых футбольных полей, а также площадки для подготовки к сдаче норм ГТО. Они уже есть в девяти районах, на очереди еще пять. Площадка для воркаута на стадионе «Олимпийский» будет сдана в конце октября. Сейчас строители работают с опережением графика. Подготовительные работы земляные закончили, вот вы видите, песок расстелили, все утрамбовали, все введем, делаем по технологии, технодзор постоянно проверяет. Завезли щебень, сейчас вот устанавливаем бордюры. Сумма данного контракта составляет порядка 4 миллионов 600 тысяч рублей. Здесь будет обустроено основание, покрыто крошкой резиновой, установлены турники, брусья и другие различные конструкции, чтобы наши граждане могли заниматься силовыми тренировками. Строительство площадки для воркаута осуществляется в рамках концепции наследия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Проект «Героические страницы сурского рубежа» дополнится электронным приложением. Об этом рассказали на совещании в столичной администрации. Напомню, 2021-й в Чувашии объявлен годом трудового подвига строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. В связи с этим глава администрации города Алексей Ладыков поручил образовательным учреждениям организовать работу поисковых отрядов и привлечь школьников к сбору документов и материалов по истории их строительства. Уже формируются экскурсионные маршруты, которые намечено проводить в двух городах и девяти районах Чувашии. Территории распределены между 13 школьными отрядами и к 1 сентября все маршруты будут составлены. Сейчас ведется работа по созданию электронного приложения, которое будет включать в себя полную информацию об оборонительных рубежах, куда также войдут результаты школьных экспедиций и воспоминания участников строительства. В управлении образования также планируют провести тематический фестиваль «Подвиг в тылу». Для участников будут организованы мастер-классы, лекции ведущих специалистов в области гражданского патриотического воспитания молодежи и пройдет публичная презентация проектов победителей. Чебоксарская школа номер 50 подключилась к благотворительной акции одной из первых. Анастасия Львова вспоминает, что с подобным предложением выступили родители. С каждым годом число желающих помочь становилось все больше. Очень радует то, что родители активно поддерживают ее. Тем самым мы осознанно показываем примеры нашим детям быть добрыми, отзывчивыми, человечными. Учим подавать руку помощи тем, кто нуждается в этом. И наш вклад в фонд «Аня Чижовой» пусть маленькая крупица, но тем самым он большая поддержка и вера для больного ребенка и его семьи. Организаторы подмечают, акция становится все более масштабной. В 2016 году в ней приняли участие 6 классов. Три года спустя более 100 по всей республике. За все это время было собрано более миллиона рублей. И оказана помощь 84 детям, подопечным Чебоксарского детского хосписа. В течение трех лет 2000 учеников и 4000 родителей приняли участие в этой благородной акции. К чему она призывает? Естественно, она призывает к милосердию, потому что такие дети, они тоже учатся, но они не могут попасть в класс, потому что они лежат. Каждый человек имеет право на образование. Акция призывает к чему? Не к тому, чтобы совсем отказаться от цветов, а хотя бы по одному цветочку букет создать учителю, а все остальное пожертвовать в пользу больным детям. Организаторы подчеркивают, на своем официальном сайте они постарались максимально подробно рассказать о том, как стать участником всероссийской акции. В этом году в фонде надеются помочь 47 детям. Вторая общеобразовательная школа столицы республики участник пилотной федеральной программы «Самбо в школу». В двух классах расписание занятий, помимо общеобразовательных предметов, включает уроки самообороны без оружия. Предыдущие два года занятия проходили в спортивном комплексе по соседству, а накануне нового учебного года у волжских медведей появился свой зал в своей школе. Именно в стенах родной школы ребята должны получать образование и должны заниматься спортом. Ну вот такое единство обучения и воспитания должно быть. И возникла идея создать такой спортзал, тем более помещение у нас было. Мы обратились за помощью к нашему помощнику, к нашему депутату Николаеву Николаю Станиславовичу, депутату госсовета. Он нашу идею поддержал. Он нам очень помог, даже на этапе создания проекта. Потом были выделены деньги из республиканского бюджета, из муниципального бюджета. Полностью вся сумма, которую мы просили, потому что вложения были немалые. Строители завершили все работы еще 1 августа. Зал оснащен мощной системой вентиляции, дополнен рециркулятором. Две входные группы оборудованы раздевалками и санитарно-гигиеническими помещениями. Все это позволяет минимизировать контакты занимающихся. Но даже при таких условиях антивирусной защиты члены юношеской сборной Чувашии по самбо, большинство из которых составляют мальчишки и девчонки, обучающиеся в 6-м и 7-м спецклассах 2-й школы, к занятиям приступили только после разрешения соответствующих служб. Все задания тренеры составляют с учетом против вирусной безопасности своих подопечных. Впрочем, это ничуть не мешает юным самбистам получать удовольствие от возможности занятия любимым видом спорта. Ребята с удовольствием занимаются и тренируются в этом зале. Они воодушевлены новыми победами. Спортивный зал хоть и специализированный, однако администрация школы предусмотрела проведение на этой базе уроков физкультуры и для остальных учащихся. А 1 сентября звонок во второй школе будет дан для 1300 мальчишек и девчонок. Всего в этом году на ремонт чебоксарских школ и детских садов было выделено более 360 миллионов рублей. 240 из них – республиканские средства, 120 – городское финансирование. В первую очередь деньги были направлены на решение аварийных ситуаций в учебных заведениях. Кроме того, в этом году республиканские средства направлены на комплексное решение проблем. То есть, например, если на шестой школе будет 28 миллионов рублей, то данный объект будет практически полностью отремонтирован. Это и окна, это и коммуникация, инфраструктура и все остальные составляющие. Такой подход мы считаем целесообразным, потому что позволяет решить сразу многие вопросы на данном объекте и, собственно говоря, капитально его отремонтировать. Управление образования администрации города утверждают, на сегодняшний день приемка всех школ и детских садов завершена. Все учреждения готовы к новому учебному году. Они обращались на прямую линию главы городской администрации, писали на портал «Открытый город» и были услышаны. Многие жители микрорайона Садовой ежедневно ходят на остановку общественного транспорта, а также в магазины, школы, садики через Байконур. Но дорога долгое время была не оборудована. И даже днем людям не хватало света из-за зарослей деревьев. Здесь достаточно темно, и в вечернее время проходить было без дополнительного освещения, то есть своего, фонариков, телефонов было невозможно. Грязно, света нет, страшно, потому что здесь все-таки овраг и лес, мало ли что случится. И сейчас нам провели здесь освещение. Чтобы облегчить труд работникам горсвета, зеленстрой коронировал деревья. Теперь тут светло и днем. А для вечернего освещения вдоль насыпной пешеходной дамбы установлены 10 фонарей. Персоналам АО «Горсвет» были выполнены монтажные работы по освещению. Были установлены 7 металлических опор, 3 железобетонные опоры и установлены светильники натриевыми лампами ЖКУ-150. 10 штук. Работы выполнены были в течение одного дня. Ежегодно выделяются средства администрации по запросам районных администраций на строительство уличного освещения на улицах. В этом году средства выделены, помимо этого, на улицы Токмакова, Гарина-Михайловского, Якимовский и Совхозная. То есть объявлен конкурс, в ближайшее время будут определён победители и выполнены строительно-монтажные работы по строительству нового уличного освещения. Ну а жители Садового и Байконура теперь радуются, что их ежедневный путь стал светлым и мечтают о гладкой и ровной дороге. Ещё дорогу бы здесь сделать, чтобы с коляской проехать было. А то вон на руках приходится таскать ребёнка. И будет вообще замечательно. Уже соединять Садово с Юг-Западом. Мечты горожан сбудутся. По словам представителей городминистрации, сейчас завершается проектирование транспортного полукольца, в рамках которого будет построен первый участок, соединяющий улицу Гражданскую с улицей Богдана Хмельницкого. Предусмотрена шестиполосная автомобильная дорога и два тротуара. В рубрику «Мобильный репортер» на этой неделе поступило видео от чебоксарца Сергея Сергеева. Горожанин обеспокоен тем, что у оврага близ Локреевского леса не скошена трава. А это может стать большой опасностью для грибников. Ведь есть вероятность не заметить резкий обрыв. Вот так вот грибник какой-нибудь увлечется. Грибочки собирает, собирает. Палочкой шуршит. И не замечает, как оказывается, у оврага. В прошлом году, в 2019 году, упал мужчина, покалечился. Хорошо, что у него был телефон, вызвал МЧС. Скорая помощь приезжала. В общем, делали операцию, поломался мужчина. Ой, ой. Ну здесь прям чуть ли не с пятиэтажный дом обрыв. Администрация города оперативно отреагировала на обращение неравнодушного чебоксарца. И вокруг опасного участка уже установлено ограждение. Первого сентября линейки пройдут только для первоклассников. Остальные школьники День знаний встретят в классах. Праздничные линейки пройдут на открытом воздухе. Также в первый учебный день во всех школах Чувашии пройдет урок патриотизма, посвященный 75-летию Победы. Кроме того, ученикам расскажут историю сурского рубежа. А уже 2 сентября во всех классах страны состоится урок здоровья. Агентство уникальных путешествий «Градские легенды» Анна Казанцева организовала еще в прошлом году. Ее первый проект – пешеходная аудиоэкскурсия «Нити судьбы» по исторической части столицы полюбилась не только туристам, но и местным жителям. Анна решила расширить программы путешествий по городу, но это потребовало дополнительных вложений. Свои коррективы внесла и пандемия. Туристическая отрасль стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса. В центре «Мой бизнес» ей предложили выгодный процент и удобный график выплат. И даже на полгода предоставили отсрочку по выплате. Случайно узнала об этой информации. Я считаю, что повезло. И на самом деле нужно больше информации давать предпринимателям, чтобы больше людей могли воспользоваться этой программой. Потому что именно бюджетный кредит, ну и лояльное отношение к тем проектам, которые запускаются. Почти 140 предпринимателей уже обратились в центр «Мой бизнес», чтобы пролонгировать и пересмотреть графики выплат, чтобы снизить долговую нагрузку. Сегодня агентство поддержки малого бизнеса предоставляет выгодные льготные микрозаймы. Максимальная ставка составляет 4,25%, что не превышает ключевую ставку центрального банка, рассказывает в центре. Кроме того, 129 субъектов получило микрозаймы с 1 апреля на сумму более 276 миллионов рублей. И сегодня Министерством экономического развития принято решение пролонгировать действующие микрозаймы до 5 лет, что также позволит снизить ежемесячную нагрузку и обеспечить направление оборотных средств на развитие. Благодаря этой поддержке Анна Казанцева уже к сентябрю планирует запустить в Чубаксарах ряд новых образовательных и литературных аудиоэкскурсий. Чтобы построить нечто великое, нужен фундамент из крепких компонентов. Прогресс – стремление к развитию, способное превратить цех из пары десятков работников в гиганта кондитерского рынка из нескольких тысяч сотрудников. Технологии. Переход от ручного труда к полной автоматизации. Надежность. Тщательный контроль качества на всех этапах. От разработки до сбитой готовой продукции. Уникальность. Разработка эксклюзивной продукции. Постоянное создание собственных рецептур и технологий производства. Изобилие. Несколько сотен наименований. От оригинальных новинок до проверенной поколениями классики. Стабильность. Ежегодный прирост производства на 15%. Благодаря всему этому мы построили предприятие, которым гордимся. Субтитры создавал DimaTorzok